Добрый вечер, вы жители канала Астана, программа «Статус-кво». И сегодня у меня в гостях известный политолог, телеведущий, а также руководитель Центра социального партнерства Нурлан Ерембетов. Добрый вечер. Здравствуйте. У вас столько должностей, и вот мне интересно, где вы себя чувствуете комфортнее. У меня всегда было очень много должностей, начиная со студенческой скоби. Я всегда работал минимум на трех, максимум на пяти-шести работах я был всегда. Поэтому это для меня уже образ жизни. Для меня нет ни субботы, ни воскресенья, потому что я или читаю лекции, или веду какие-то клубы. Я панически жду трех- или четырехдневный праздник, потому что для меня это смерти подобно. То есть если у вас праздник или выходной день, и вам, в принципе, никуда не надо торопиться, ничего не надо делать, у вас начинается паника? Да, у меня начинается истерика, я бы сказал так. За последние 30 лет я ни разу не был в отпуске до конца. Десять дней для меня это уже все. Я могу лететь, допустим, из Эмиратов, я могу лететь из Турции, бросив близких, потому что я уже не могу. Но я думаю, что это, наверное, ненормально, или же это, может быть, болезнь моего поколения. А зачем вы гонитесь? Это гонка какая-то? А нет, это уже, наверное, болезнь. А из тех должностей, которые я сегодня занимаю, естественно, для меня важнее всего сегодня это Центр социального партнерства, который реально занимается проблемами. Но этот Центр был создан после событий уже на УЗИ, да? Да, Центр был создан в этом году. Понимаю, что он был создан для того, чтобы предотвратить в будущем трудовые конфликты. Совершенно верно. Я думаю, что это очень такая сложная пока задача. И в этой связи многое для себя я открываю, много езжу, многое смотрю, вижу. И, к сожалению, сегодня у нас нет опыта предотвращения этих конфликтов. Ну, вы наверняка изучали опыт других стран, да, где часто сталкиваются с такими проблемами. Опыт чужих стран нам не подходит ни в коем-то ради. Он не подходит, потому что это другая жизнь, это другая ментальность, другая история. Мы зачастую во многих наших сферах, будь то экономика, социальная политика, допустим, там, общественно-политические какие-то баталии, мы очень много берем из контекста развития других стран. У них была своя история, у них своя ментальность, свой язык, свои обычаи. Поэтому, да, конечно, этот опыт приходится изучать, и надо его изучать. Но в нашей стране конфликты имеют иногда другую природу совсем. Я помню, что когда вам предложили возглавить этот центр, вы сказали, что для вас это большая честь. Вот что вы имели в виду? Большая честь, потому что, во-первых, тебе предлагается огромная сфера деятельности. И для меня это был, ну, скажем так, большой такой человеческий гражданский страх, справлюсь ли я с этим. Не оставаться ли мне на том, в чем я где-то и преуспел. Общественная работа, политология, ведение своей любимой программы, общение с своими друзьями. И быть ответственным только за себя и свою семью. Но когда перед тобой ставится задача отвечать уже за семьи других, я думаю, что это была действительно для меня честь. И я очень хочу подвести сегодня тех людей, которые меня рекомендовали. И в этой связи я оптимист. Мне кажется, что у меня получится. Сколько раз вы встречались после того, как вы вас назначили на эту должность? Сколько раз вы встречались с трудовыми коллективами? Постоянно. Постоянно, да? Конечно, я встречаюсь буквально. Вот особенно где какое-то напряжение начинает нарастать? Вы знаете, я сейчас хочу сказать о том, что мы должны работать не там, где напряжение нарастает. Не там, где есть это напряжение. Сейчас можно, так сказать, на вскидку назвать несколько городов, маленьких, скажем, районных центров, где вы скажете, что там возможен конфликт. А я вам скажу, там конфликтов не будет. Потому что мой опыт говорит, что эти выступления, эти митинги, эти шествия в этих городах – это уже традиция. Это уже зарождение пролетарского духа. Людям напоминают о себе. Но они не пойдут дальше того, что, допустим, сегодня ограничено законом, потому что у них там семьи. Это трудовые династии, это уже школы, это нормальная, скажем, выстроенная некая карьерная лестница. Вы понимаете, и мы должны сегодня воспринимать это как нормальное проявление пролетарского духа. Ну, смотрите, в Жанной Зене же тоже периодически проходили митинги, да? Но тем не менее мы же увидели, во что это вылилось все. В Жанной Зене не сложилась еще эта пролетарская, скажем, традиция. Это сравнительно молодой город. Он, возможно, не имеет еще ту, знаете, ту династийную историю, которая есть в других городах, в Центральном Казахстане, в Южном Казахстане. Я считаю, что там были несколько и другие причины. Перенасыщенность города, перенаселенность города, объекта. И самое главное, во всей этой ситуации, в разрешении трудовых конкретов, как бы это ни говорили, вы сейчас приводили пример западной Европы, допустим, там, развитых стран, у нас очень часто нужно просто уметь разговаривать с людьми. Не поддаваться на провокационные возгласы, не поддаваться на провокационные действия. Действовать жестко в установленных законном рамках, и это было бы. Не надо бояться, иногда толпы. Вы знаете, потому что толпа, надо сказать, выглядит очень страшно всегда. Но там люди, там отцы семейств, там мамы, там юноши, которые придут завтра в свои молодые семьи. И надо с каждым найти просто язык. Но сейчас как там обстановка обстоит? Дело в том, что сегодня, естественно, за эти последние полгода туда вложены огромные средства. И в развитие города, и в развитие новых рабочих мест. Сегодня, скажем, разведка добычи Казмонайгаз сегодня создает там новые предприятия. Привлекает туда новых инвесторов. Обеспечивается работой все большее количество населения. Но проблема в целом не решена. Потому что город, который сегодня производством может обеспечить 50 тысяч человек, сегодня переживает большой, так сказать, такой бэби-бум. И сегодня даже уже за 120 тысяч человек там находится. Огромное количество, десятки тысяч людей сегодня не имеют перспективы в работе. И мы должны об этом говорить. И я думаю, что здесь должна, наверное, включиться и страна. То есть до сих пор, получается, никто не включился? Нет, включились, работают. Но сегодня такой большой населенный пункт, огромное количество людей нужно сегодня пригласить во все области. Я даже сказал бы так. Лозунг должен быть такой, наверное, да? Казахстан приглашает Жан-Узень. Есть места, где нужно рабочие люди. То есть вы предлагаете как-то разгрузить Жан-Узень? Совершенно верно. И по стране, да? И нужно объяснить Жан-Узеньцам, да, что есть и другой Казахстан. Это огромная страна. Но это же сложно. Можно взять семью и переехать в другой город, просто потому, что ты в этом городе, город перенасыщен, только из-за этого уезжать куда-то в Тарас, я не знаю. Потому что, что с этим, та же американская семья в среднем переезжает за свою жизнь 17 раз из штата в штат в поисках работы. Но когда у человека нет средств, ему тяжело устроиться, обустроиться в своем родном городе, да? А вы предлагаете переехать ему? Люди берут кредиты на той. Люди берут кредиты на приобретение нового оборудования, нового телевизора и прочее, прочее. Деньги всегда можно найти. Деньги можно занять и дать работу. Конечно. Потому что речь идет о судьбе твоей страны и о судьбе твоей семьи. Вот возьмем статью президента, где он сказал, что почему мы не мобильные. Мы, потомки кипчаков, мы, потомки великих номадов, мы, потомки, так сказать, людей, которые на лошадях. Где кровь качевника, да? Совершенно верно. Где вот та природная наша мобильность. Возьми семью в руки, возьми в охапку, сядь в поезд, поезжай. Да, живи в общежитии, да, живи на съемных квартирах. Но создавай для нее будущее. Но если их будут ждать, как вы говорите, да, если регионы будут ждать, жена узеньцев, да, именно, там, приезжайте к нам в Карагандинскую область, мы вас поддержим, мы вам предоставим, там, может быть, какое-то жилье, да. Ну, если их будут ждать, конечно, они, может быть, и разъедутся. Время летит очень быстро. Подрастает молодое поколение. Понимаете, это уже зато новые выпускники школ, новые выпускники техников. Им нужна работа. Все это быстро развивается. Как делать? Не всегда инфраструктура успевает развиваться. А развитие сельского хозяйства там, в этом регионе, пустынным не приходится. Поэтому сегодня нужно очень многовекторное развитие этого региона. Да, кто-то останется, да, будут династии, но кто-то должен уехать, кто-то должен найти себе силы. Мы же огромная страна, мы не федерация. Мы одна, единая, скажем, такая держава, и я думаю, что это везде должно быть. Да, я сам всегда мотался по стране, по Советскому Союзу, находил работу, и в этом, по-моему, я считаю, моя удача. И вот это я не встанула. Я знаю, что вы были членом партии Нур-Утан в начале нулевых, да, затем вы ушли в партию Ахжоу. Вот сейчас вы беспартийный человек или вы в какой-то партии состоите? Я беспартийный. А сейчас не хотели бы вступить в партию? Я считаю, что, ну, не скажу, что я там слишком абициозен, вот, но у нас, кстати, друзья, еще в институте была такая поговорка, такая, скажем, кличка. Я сам партия. Вот, когда человек независим от политических реалий, допустим, или конъюнктуры сегодня, я думаю, что это очень важно. И, конечно, хотелось бы работать в команде. Но дело в том, что у меня команда – это граждане страны. Я могу, допустим, обедать с представителем оппозиционной партии, а на ужин пойти к одному из руководителей партии Нур-Утан на его день рождения. На следующий день я могу встретиться, допустим, с коммунистами. С коммунистами, да. А потом, значит, с рожелцами играть в футбол. А с национал-патриотами можете встретиться? Однозначно. У меня очень много среди них друзей, хороших товарищей. Мы очень много спорим. Не всегда друг друга понимаем, потому что у нас разные, возможно, бывают видения. Мы тем не менее дружите, да? Те, которые являются авторитетами в этой среде, допустим, да, это очень мои близкие друзья. Мы с ними общаемся, переговариваем, бываем друг у друга на наших именинах, тоях. И я считаю, что для меня это очень такая хорошая позиция, потому что не приходится ни при кем присмыкаться, не приходится на перспективу или конъюнктурно поддерживать. Остаешься при своем мнении. И очень здорово, когда с тобой советуются, когда у тебя просят помощи, когда просят совета. Я думаю, что это главное. Но нет амбиции создать свою партию? Вы знаете, я ушел... Вы же уже опытный человек, то есть вы политолог, да, известный общественный деятель, вы общественный спикер. То есть за вами, мне кажется, пойдут с удовольствием очень многие люди. Вы бы могли сами возглавить какую-то партию, свою партию? Мне кажется, что сегодня создание партии и реальных действий на политическом поле Казахстана мы слишком демонизируем это понятие. Романтизируем. Сегодня реально партии, можно сказать, не влияют на принимаемые решения в стране. Не одна партия? Я бы сказал, не влияют на столько, чтобы ее приняли однозначно. Они могут высказать свое мнение, они могут быть допустимыми. А как насчет Нарутана? Вы знаете, принимает решение лидер Нарутана. Мы должны знать, в какой реальном стране живем, кто берет на себя ответственность за принимаемые решения. Есть люди, которые жестко противостоят принимаемым решениям. Есть люди, которые примазываются к принимаемым решениям. Есть люди, которые сегодня никак не хотят обозначить свое, скажем, присутствие в той или иной партии, в надежде на будущее свою реабилитацию. И мне кажется, что здесь очень много хитрости, очень много такого, знаете, неискренности. А о какой реабилитации вы сейчас говорите? То есть вы думаете, что есть люди, которые думают о будущем своем, и что они не хотят быть членом партии Нарутана для того, чтобы завтра ни перед кем не отвечать? Совершенно верно. Это банальная ситуация, когда люди думают о своем будущем. Думают, так я бы сказал, предательски, получают зарплату, скажем, работая в правительственных органах, получают зарплату, работая в партийных органах руководящих. Но в то же время сегодня они скажут, наверное, через некоторое время, что я разрушал эту систему изнутри, что я был, так сказать, боролся и так далее. А я считаю, что сегодня, к сожалению, не все могут защищать свою власть, не все могут защищать сегодня своего президента. Сегодня усиливаются иногда бывают нападки извне, информационные атаки бывают, прочие. Где наши умные головы? Где наши бойцы? Где члены партии, которые сегодня должны жестко защищать страну, ее интересы, публично? Можно ошибаться. Но показать, что это страна, что это общество, а не разделенное по углам, по родам страна, мне кажется, это преступно. То есть вы считаете, что у партии, допустим, Нур-Утан таких людей нет, да? Почему нет? Готовы его защищать? Нет, есть, но у меня очень много там друзей, очень много своих, я бы сказал так, соратников, единомышленников, огромное количество там и в руководстве. Я говорю в принципе, что когда люди, скажем, в своей личной жизни, в своей, скажем так, региональной жизни не приносят ей славу, но когда идет очередная выборная кампания, они уже на лошади. Мне очень нравится, когда по очень жестким повесткам дня они молчат. Когда люди ждут, ведь огромное количество людей сегодня ждут, чтобы им посоветовали, чтобы у них был выбор в том или ином мнении. А я это ведь говорю не зря. У меня был и клуб «Айтпарк» есть, и своя передача на телеканале «Астана», и клуб «Эксперт». Почему-то чиновники боятся туда приходить. Ты получаешь огромную зарплату, распределяешь огромные бюджетные средства, боятся вопросов. Может быть, они боятся, мне кажется, у меня ощущение, что они боятся просто потерять свое место, кресло, да? Потому что если он начнет говорить собственное мнение и, как вы говорите, предупреждать, что лучше туда не участвовать, а здесь действительно хорошо. Мне кажется, надо брать мужество просто и уйти оттуда. Будь хорошим врачом, будь хорошим хирургом, будь классным сапожником, будь хорошим менеджером. Но человек, который сегодня принимает решения, влияет на жизнь страны, он должен однозначно, допустим, сегодня быть поборником именно тех правил, которые установлены в его победившей партии. А играть на два лагеря, я считаю, что безнравственно. В одном из интервью вы назвали себя настоящим русским парнем. И я знаю, что после этого интервью казахскоязычные СМИ стали, по-моему, во всех статьях вас так и называть. Вы пожалели о том, что сказали не так? Во-первых, это очень здорово, что вы мне задали этот вопрос. Я считаю, что он вырван из контекста и так преподнесен очень подлинно. Очень подлинно. Те люди, которые об этом говорили. Это было интервью, которое я давал в день своего рождения в Москве. И представьте такую картину, когда к нам приезжает, ну, скажем, какой-нибудь великий артист или какой-нибудь спортсмен, или политический деятель известный, когда он говорит, вот я приезжаю в Казахстан, который раз уже, вот я здесь чувствую себя казахом, потому что я уже люблю ваш бешпармахер, я люблю ваш плохо. Так все говорят. Так все говорят. Мы его считаем предателем своей страны? Нет. То есть, понимаете, это такое, ну, скажем, такое хорошее словосочетание. И поэтому там было вырвано из контекста. То есть вы имели в виду, что вы себя чувствуете настоящим русским парнем? Вы говорили это россиянам, москвичам, своим друзьям. Да, и тем более там в этом же интервью я всегда говорил так, знаю, что у меня очень много друзей после института в Москве. Я приезжаю, допустим, в Грузию, я там чувствую себя грузином, потому что я знаю их танцы, я знаю их песни, я знаю их блюда. То есть я знаю эти запахи гор. Я бываю, допустим, в Москве, я знаю каждый закоулок там. Я могу с любым, допустим, русским разговаривать на его языке, на его наречии местным, понимаете? Я когда бывал в свое время из-за Урала, мездил там совсем другая страна, и там меня принимали за своего. Я поеду сейчас в Кыргызстан, в Узбекистан, вот я так и говорил, меня везде принимают. Но факт, что я себя считаю, например, очень таким жестким национал-патриотом. Вы знаете, те, кто себя так называет, мне кажется, это очень многие несостоявшиеся люди, закомплексованные. А за рубежом, за пределами нашей страны, вы знаете, кого боятся? Боятся меня. И таких, как я. Потому что я выступлю, защищая свою страну. Я выступлю. Я ее буду критиковать у себя дома. Но когда мой самолет пересекает границу, когда мой поезд пересекает границу, мой президент самый лучший, моя страна самая красивая, мои женщины самые преданные, мои друзья самые боевые, я буду защищать эту страну. И это надо уметь делать. Кто из наших, допустим, хваленных, тех людей, которые меня, так сказать, ну, поливают грязью сегодня, выступили против демарши российской элиты по поводу подаренных Казахстану пяти областей? Все промолчали. Кто выступил по поводу того, что один из кандидатов президента России сказал, что я закрою границу с Азией, открою маленькую калитку для тех, кто будет подметать улицы Москвы и мыть полы в наших домах? Кто выступил? Я выступил на своей программе «Астана». Я нажил огромное количество недругов у себя там, ну, естественно, среди элиты. Но, тем не менее, я считаю, что таких людей боятся. А кто подло поступает по отношению к вам? Кому выгодно вот выносить из контекста, вырывать фразу «настоящий русский парень» и везде теперь... Закомплексованным людям и, наверное, неудачникам по жизни, а по большому счету, скажем так, завистникам. Люди не могут видеть твоего успеха, люди не могут видеть твое влияние, люди не могут видеть того, что ты можешь сказать то публично, о чем они не могут говорить, только шепчут. Это ваши коллеги? Это люди, которые себя... Это люди, которые похожи... Люди считают себя общественными деятелями. Общественными деятелями. Но я хотел бы эту тему закрыть, потому что мне эта тема... Говорить о таких людях, я считаю, что, имея в виду наше дорогое время и нашу компанию, мне кажется, что не будем опускаться. Хорошо. Но, тем не менее, многие политологи... Давайте летать, да. ...считают вас пророссийским. Вот вы настолько любите Москву, что вы больше все-таки к ним тянетесь. Вы знаете, лучше быть искренним. Я никогда не мог бы себе назвать пророссийским. Я, наверное, прусоветским. Я очень не люблю людей, которые сегодня отказываются от всего того, что было в его юности, в его молодости, потому что я состоялся в Советском Союзе. Это была страна, которая дала мне хорошее образование. Это был город, где я познакомился с огромным количеством людей, которые сегодня знают меня на всем постсоветском пространстве. Это мои просто огромные друзья, армяне, чеченцы, ингуши, я не знаю, калмыки. Сейчас я вспоминаю, так, в последнее время я становлюсь каким-то таким немножко сентиментальным. Но очень много ребят, которые тогда... У нас было всего два человека, на 150 человек на курсе. И все, которые сегодня разъехались по странам СНГ или по постсоветскому пространству, они больше казахов не видели. Но если их спросят, вообще кто такие казахи, что это за страна, что это за народ, они скажут, вот такие парни, потому что они будут судить по мне. А что вы думаете о тюркском единстве? Потому что я знаю, что когда президент озвучил эту идею в Стамбуле, что многие российские эксперты, политологи, они не поддержали эту идею. Я считаю, что в этой ситуации очень многое расценивается именно как субъективный фактор. Почему-то мы всегда забываем, что любой президент, он еще и человек, он еще гражданин, он может высказывать свои мысли. Возможно, когда-то историю, мы что-то утратили, мы, возможно, под давлением тех или иных обстоятельств ушли не в ту сторону. И идет размышление человека, где нам быть, каким мы. Никто не отказывался сегодня, допустим, от Евразийского союза. Никто не отказывался от того, что сегодня многие союзы создаются веками. А мы вышли из некого такого экономического прочего пространства. Да, там есть свои проблемы. Об этом потом поговорим, возможно. Но когда человек высказывает свои мысли о том, где наши корни, когда он начинает искать и задавать эти вопросы публично, я считаю, что это очень даже нормально. И не надо здесь нервничать. Потому что я считаю, что... Но нервничали как раз-таки российские политики. Я о чем не говорю? Казахстан никогда за свою историю никого не подводил. Никогда не нарушал конвенции, никогда не нарушал взаимные договоренности. Я это могу говорить однозначно. В первую очередь, для мужчины важна даже не семья, а его статус в обществе, его работа. То есть, если там все нормально, тогда у него будет и уже успешная семья, и дети, и все такое. Знаешь, что такое счастье? Когда вот идешь по улице, тебе подходят люди, пожимают тебе руки. Молодые подходят, говорят, ну, Ланага, можно с вами сфотографироваться? Да, это сначала нравилось, сегодня это меня сильно, скажем так, ну, нервирует, да. Подходят Ахсахалы, которые говорят, мне это нравится. Подходят, допустим, тетеньки, которые говорят, Айналайн, вот посмотрите, вот это все, ну, кёрток. Вот. Звонят мои друзья, допустим, слушай, ну, ты молодец, эту тему поднял, то-сё. И когда тебя узнают, когда тебя бесплатно возят в такси, когда тебе делают большие скидки в Керуэне, допустим, в Ханшатыре, просто узнавая, я считаю, что человек состоялся тогда, когда тебя узнают, и когда незнакомые люди подают тебе руку, когда незнакомые люди хотят сделать для тебя приятное, значит, ты угадал их желание, значит, ты идёшь, люди не отворачиваются, не узнавая тебя якобы. И моим друзьям не стыдно со мной появиться на ТОИ, не стыдно со мной появиться, допустим, там, в гостях, пройтись по улице. Я считаю, что это очень здорово. Я осуждаюсь. Просто вы гордитесь собой. А мне кажется, это человек, который не гордится собой, он... Ну, не каждый, по крайней мере, может в этом признаться. Я не хвастун. Я по большому счёту... Нет, я не говорю, что вы хвастун. Я говорю про то, что не каждый человек может рассказать вот так вот искренне, как вы сейчас говорите, о том, что... Обычно, потому что, когда политикам говоришь, вам нравится, когда вас узнают, да нет, я как-то, ну, стесняюсь и всё такое. Ну, зачем мы, ну, во всяком случае, я очень всегда хочу быть искренним в отношении с друзьями, в отношении с родственниками, в отношениями с политиками, в обществе, когда ты искренне тебя принимаешь. Потому что мы, казахи, да, казахстанцы, мы очень чётко чувствуем фальшь. Можно что угодно говорить, но когда человек фальширует, когда он отворачивает глаза, когда он смотрит себе под ноги, мы это чувствуем, что бы он ни говорил. Но при этом в одном из интервью вы сказали, что у вас немного друзей и у вас немного людей, которым вы доверяете. Это правда. Мне показалось, я даже прочитала где-то в контексте, мне показалось, что вообще никому не доверяете. Нет, я, мне кажется, я очень такой доверчивый. Доверчивый, да? Вообще, по мне, ну, сложилась такая, может, вот это, у каждого, так сказать, публичных людей создаётся некое мнение о его личных, так сказать, характеристиках. Мне кажется, во мне нет. Я очень добрый, я очень сентиментальный, я очень доверчивый. Мне ещё мама всегда говорила, ты очень доверчивый. Я всегда верил тому, что прочитал. Я всегда верил тому, что мне говорили. Ну, после неких, так сказать, ну, нехороших действий, каких-то своих там соратников, когда-то друзей, когда-то однокашников, вот, начинаешь бывать, ну, немножко мудрее, наверное. Вот, но у меня нет врагов. У меня их никогда не было. Врагов, потому что... Но завистники есть. Завистники есть. А это жизнь. Ведь и я кому-то завидую. То есть вы тоже кому-то завидуете? Конечно, как же. Это, я считаю... Она просто не должна стать такой болезненной. А кому вы завидуете? Скажите, вот, не называя имён, просто объясните, чему может завидовать Нурлан Ерембетов? Человек, который сам состоялся, который имеет успех, имеет статус, имеет деньги, да? То есть у вас есть всё. Чему вы можете завидовать? Должности? Нет. Я завидую людям. Не буду мудрствовать. Но зачастую я завидую людям, которых хоронит очень много людей. И это не парадное мероприятие, когда люди искренне переживают. Вот я этим людям завидую. Потому что я знаю очень много историй среди своих друзей, близких, родственников. Когда человек жил, когда человек влиял на принимаемое решение, был очень ответственным, был известным. И он уходит в жизнь, как в небытие. Его провожает только несколько человек. Он умирает один. В больнице к нему никто не ходит. Он умирает один дома. Его никто не слышит. Вот это самое страшное. Знаете, я считаю, что это тот итог. И когда я вижу, что искренне люди хоронят, когда они искренне переживают, вот таким людям я завидую. Что касается вашей личной жизни. Я знаю, что у вас интернациональный брак. Ваша супруга кореянка. Интересно было бы узнать, что вы любите кушать. Я в предпочтениях своих очень интернациональный. Я могу сегодня есть борщ, завтра кукси, потом плов. Кстати, я его и сам могу изготовить. Потом обычно делается один из лучших бешпармаков казахша в моем доме. А бешпармак, когда супруга кореянка, он такой не остренький бешпармак получает? Нет, он очень такой казахский получается, потому что она сама выросла в семье, где все говорили на казахском языке. Причем лучше, чем многие казахи. Поэтому это была семья тех, которых в свое время переселяли из Дальнего Востока, но они прижились на этой же земле, они жили. Скажите, чем занимается Нурлан Ерембетов в свободное время? Время, которого нет у меня. Я провожу очень его, скажем так, банально. Что вы спите? Я смотрю телевизор, у меня дома есть огромное количество старых видеокассет, старых фильмов. Я смотрю свои любимые фильмы. Это «Крестный отец», это «Однажды в Америке», это «Москва, сезам не верит», «Кавказская пленница», «Бриллиантова рука». Все те фильмы, на которых я вырос, я сегодня не знаток современного кино, я не знаю, что такое «Артхаус», мне очень сложно эти вещи воспринимать. Или же перечитываю старые книги. Новые я ничего не знаю, потому что я считаю, что уже на меня никто не воздействует сегодня, ни один фильм, ни один писатель. То есть у меня все закостенело уже. И я все время возвращаюсь. То есть вы уже не воспринимаете новую информацию? Нет, я все время возвращаюсь в старые. А новой информации никогда и не было, особенно в взаимоотношениях людей, все так же оставалось. Тоже предательство, та же изменена, тот же подвиг, это всегда оставалось, это было с Древнего Рима, это было и в Древней Греции, это было и во всех странах. То есть отношения людей оставались, просто менялись, наверное, костюмы, менялись, наверное, обстоятельства, а все это осталось в отношениях. То есть, получается, новых людей тоже нет в вашей жизни? Это будет хороший приятель, это будет хороший мой собеседник, это будет мой хороший товарищ, но друг, которому ты можешь рассказать о своих бедах, о своих переживаниях, о своих сокровенных тайнах. Их... Сколько их, таких людей? Их несколько. Это высокопоставленные люди в нашей стране? Нет, конечно. Или это прям друзья? Наша дружба состоялась тогда, когда никто из нас не был высокопоставленным. Вот поэтому это ребята из моей юности, из моей молодости. И это нормально. Это нормально, потому что я не хочу сейчас никому клясться в своей дружбе и так далее. А на госслужбу не хочется вам? Вы же работали заместителем Казалардинской области, заместителем Акима в Казалардинской области, да, по идеологии. Вы же знаете, что такое госслужба. Сейчас у вас такая должность, центр социального партнерства, я думаю, что там все равно не так, как на госслужбе. Я думаю, что сегодня... Вы решаете вопросы, но не глобально. Конечно. Хотелось бы иметь ту должность, где ты уже реально можешь решать, принимать решения. У тебя будут механизмы воздействия на то. И ты не будешь говорить, ну, не получилось, я сказал, вот так вот, меня не выслушали. Конечно, это очень... Когда имеешь реально рычаги, и когда имеешь реальное влияние, это здорово, это очень хорошо. То есть хотелось бы? Я думаю, что, наверное, да. Не буду лукавить, но это должна быть действительно та должность, которая сегодня реально влияет на, скажем, ситуацию в стране, на ситуацию в регионе. Министром Акима, премьер-министром? Вопрос сложный. Мне очень сложно сейчас об этом говорить, я как-то не приглядывался к той или иной должности, потому что все зависит не от названия должности, а от того, какой человек туда придет. Можно занимать очень высокую должность в нашей стране, но никак не влиять на ситуацию. А много таких людей сейчас, вот даже в правительстве, которые... Я думаю, что сегодня в нашем государственном аппарате очень много людей, умеющих работать, но не меньше и тех, кто сегодня просто пребывает там. Когда не поощряется инициатива, когда не поощряются смелые идеи. Которые высиживают, с подолженностью. Человек приходит, да, и входит в эту ложь, его не слышно, его не видно, он не берет на себя ответственность. Я всегда замечаю, что сегодня самое сложное на государственной службе люди не берут на себя ответственность. Никто не скажет, я отвечаю за это. Я виноват в том, как что случилось. Я виноват, что упал этот дом. Я виноват в том, что обрушился этот мост. Я виноват, что вымер этот скот. Я виноват в том, что убили этих людей. Я виноват, что эта машина перевернулась. То есть нет таких людей. Вы понимаете? Все сегодня, все сегодня, выступая перед страной, выступая перед гражданами, по нескольку раз упоминают имя леди ренации в той или иной ипостаси. Да, и они себя сегодня ставят как солдаты. Я солдат. Я выполняю приказ. Я не виноват. Вы представляете? И мне кажется иногда, что сегодня государственные службы, очень многие, не берут на себя ответственность. И дело не на название этой должности. Пусть это будет маленький участок, пусть это будет регион, пусть это будет улица, пусть это будет КСК. Но человек, когда принимает решение, за ними будут люди, вот это самое важное. А сидеть, занимать должность, которая, так сказать, должна действительно влиять на очень огромные, так сказать, отрасли в нашей стране и ничего не делать, а потом отчитываться, не зная, о чем говорить, я считаю, что это очень плохо. А еще знаете, как бывает, приходит министр, человек только устраивается на работу представителем комитета, его приводит другой министр, потом приходит другой министр, этот уже не знает, ему что делать, работать или нет. То есть у нас такое командное все время передвижение. А вот вы тоже в чьей-то команде? Никогда я не в чьей команде не был. То есть вы всегда самостоятельно двигались? Я был всегда самостоятельный, и это где-то моя гордость. Может быть, это ваше предусмотрительное? Я работал со многими людьми и работал с тремя акимами области. Я был такой несменяемый зам. Работал с тремя министрами, допустим, в свое время в сфере культуры и так далее. Никто не может сказать, что он чьей-то. Потому что я ни за кем не шел. Я ни за кем, как девушка из приемной, допустим, как близкая, так сказать, любимица офиса, я никогда не ехал ни за кем. Были предложения, поехали со мной дальше. Нет, потому что мне стыдно. Я не мальчик на побегушках, я не, скажем, не ваш костюмер, допустим, или не ваш любовник и так далее. Я не могу за кем-то идти. Мне это стыдно. Но многие же ходят, несмотря на возраст, несмотря на должность, которая была, многие ходят и доходят до самых вершин. Ну, я не знаю, здесь не будем говорить насчет вершин, но то, что у людей нет, скажем, возможности или желания хотя бы на время прервать это совместное путешествие по стране, я считаю, что это не мужской поступок. Ну, состоишь сам, сделай что-нибудь, но не будь при ком-то, понимаете, но не будь вечным этим советником, там, вечным замом, вечным каким-то начальником при нем, потому что жизнь заканчивается, я думаю, что это очень так недостойно для очень многих. Я понимаю, что этим разговором возможно опять наживая себе недругов, но тем не менее это всегда меня вызывает, ну, некую, скажем, такую брезгливость даже. Это не по-мужски. Куда делся Айтпарк, скажите, пожалуйста. Айтпарк очень прожил такую красивую жизнь в Алма-Ате. Сколько? Он же долго жил, Пять лет. Пять лет. Пять лет. Вот сегодня исполняется пять лет Айтпарку. В Астане у него судьба очень сложная. Здесь... Здесь вы создали дискуссионную площадку Эксперт. То есть по-другому назвали, но мне кажется, смысл такой же. Нет, она более такая серьезная. Здесь было больше Стёба, здесь больше была, скажем, такая, знаете, клуб таких, веселых и находчивых. Скажите, почему на первой странице у вас Булат Абилов? А потому что на А начинается. И второе, когда мы создавали этот клуб, Айтпарк, мне Булат очень много помог. Он мне помог и материальным, и первая аренда зала, прочее, допустим, там, издание каких-то книг, да, хотя бы те же. А сейчас вы с ним в каких отношениях дружите? В нормальных отношениях. То есть он вас поддерживает? Ну, я не могу сказать, что о том, кто нас, кто кого поддержит, но у нас очень такие хорошие с ним отношения, мы встречаемся, когда я бываю в Алмате, допустим, он сюда приезжает, он был героем моих нескольких программ. Я считаю, что он мне доверяет, потому что я очень жестко его критикую, когда мне не нравится их действие. Как вам удается, скажите, дружить с оппозиционерами, дружить с высокопоставленными людьми, которые принимают решения в нашей стране? То есть как вам удается дружить со всеми? Что это? Уникальная черта характера? Нет, я считаю, что у меня индикатор просто определения хорошего человека, он совсем уходит в политической плоскости. То есть он у меня более в человеческой ситуации. Можно ему доверять, нельзя доверять. Он нормальный человек или ненормальный. Можно с ним хорошо посидеть где-нибудь, и об этом никто не узнает, допустим. Может он выпить, допустим, может он быть настоящим другом, может им посоветоваться. То есть для меня важны человеческие качества. Принадлежность человека к тому или иному лагерю, к той или иной партии, допустим, для меня не суть важна. Я знаю эту жизнь в общем-то не понаслышке. Я очень много хожу. Все эти элиты, которые сегодня наши, так сказать, политологи иногда представляют. Все это миф. Сегодня дружат с одним, завтра друг с другим. Люди говорят, допустим, что эти два элитных группировки воюют, допустим, они вечером сидят, пиво вместе пьют, допустим, или едут отдыхать в Боровое с семьями. Поэтому эта идея поддерживается кое-ким. Я считаю, что это по большому счету миф. Ну что ж, спасибо большое. Раскрою секрет телезрителям. Программа «Статус-кво» и передача «Ток-шоу «Открытая студия» пишется в одной большой студии телеканала «Астанами». И мне очень приятно, что мы наконец встретились с Нурланом Ерембетовым в моей студии. Спасибо большое. Смотрите нас каждый четверг на телеканале «Астанам» в 22.00. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова